Понятно, они не знают их. Все четко. И вот если об этом задуматься, то все становится очень архитектурным. Параши. Внизу жутами, внизу жутами, внизу жуты, отдалеку, влево своды, свет и так далее. И вот Казима Николков прокомментирует именно эту архаичную идею, которая просто отметает арестовательские изобретения. Да-да, я сейчас еще иду. Ну, сейчас картинки должны спеть. Этот доклад же обычный картеринский. Ну вот, значит, тут все я читаю, надеюсь, вы, может быть, что-то и прочитали. Главное, доказывание, показывание по помощи текстов всяких и своих склонных заключений, что небо склонилось к земле и склеилось, как строительные камни, поединенные целые с этой самой землей. И, значит, сразу разует какой-то, какой-то ближайший короб. Следующее. Вот такие изображены кубики, коробки. Но навязывал Бог. И там даже друг другу уже нет. Вот. А вот эта трапеза, вот которую я здесь выбрал, вот она, видите, это символ земли. Вот такой символ земли. А там друг другу не было. Значит, следующий. Следующее. И вот. Значит, тут переписывается, как мы разделим пространство твердью на две половины. Такой этажа, значит, белый этаж. Так, а это, значит, наш открыт, какой-то первый этаж. Это где мы летаем сегодня. Вот так, кстати, получается. Вот. То есть, простён небо, как ковару. Ладно. Хорошо, давай следующее. А то мы не успеваем. Вот эти коробочки. Их довольно много. Так, как в разных списках. Вы знаете, конечно, Хрицарский департамент, я делаю, здесь много разной рукой. Но идея сохранилась в протяжении многих веков до нашего 16-17 века в России. Что здесь мы видим? Вот, это Божий мир над Твердьем. Здесь наше пространство, где мы летаем. Это океан, окружающий заливами морских, окружающими нашими землями. А мы живём в горе. А вокруг горы обращается светило. Но мы живём в окнаемном склоне этой горы. Вот. Здесь. А там, где Виталия, где Америка. Значит, всё очень туристично становится. Хорошо. Давай дальше. Вот. Тут вот пишет о том, что земля длинная, на самом деле. Да? Потому что это тема, которую я... Потому что это другая тема вообще. Ну, я вам покажу. Очень коротко. Значит. Вот тут вот, пока давайте следующий, не будем читать. Вот карта его, знаменитая карта. Цвета и крови. Карта земли длинная, цвеугольная. Которая очень похожа на план Крама. И мы здесь, например, из-за зимы, пару матери, которые просто на полу имеют изображение земли с воды, с рыбами, там, и какими-то растениями. Здесь, на востоке рай, где мы раньше, это металли люди, от водополизненные. Дальше люди пересекли океан во время потопа на Ковчеге и поселились на острове. То есть здесь изображение меоугольника, а это вот океан для его города. Причем океан неприступный, непроходимый, огромный. Вернешь на края земли, где находится рай. А что вот такое вот эта наша земля, которая изображается на Санкт-Петербурге? Все считают, что это вот как раз, ну, донус Сахар. И его концепция прямо противоположна европейски, где в Санкт-Петербурге предполагали трудные камни, как известно. Сейчас пока, если Маша еще чуть-чуть даст. Значит, ну, суть в том, что вот тут вот, показываю, я с вами берем, какой-то эфор античного, хизического философа, который показывает, что земля вот такая прямугольная, или такая, или такая. Вот остров, вот очертанная цель земли, так сказать, вот. А это светило, восходящее летом, восходящей зимой, восходящей летом, восходящей зимой. Получается, что это лишь полоса нашей земной суши, на которой мы сегодня обитали. Сейчас покажу, конечно. Вот это Средиземное море, вот эту всю Европу, Африка и Азия. Давай сейчас покажите следующее. А, вот средневековые карты европейские. Они, на самом деле, Т-образные. Это, значит, Европа, Азия. Это Европа, это Африка. Это Средиземная моря. А это реки, Нил и Таталийс, которые разделяют Азию, разделяют Азию, Европу и Африка. Есть карты, в которых показывают, что края земли, на крайнем юге, на крайнем севере, непригодны для жизни. Там очень холодные или жарные, не годится. Вот тут тоже такие полосы. Здесь ничего не может быть. Мы живем только на этой полосе. А эта полоса, с этой земной морей, в середине, вот эта, она, вот, она, соответствует карте Казмитриго. Такой действительно длинный 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 длинный. Вот на этой карте. Показывается, наверное, Средиземная, Средиземная. Вот это Средиземная пояс, наклонная линия. Это, как видите, вот, это вот по эквамену проходит. Низ или юг вообще не доступны. А на севере здесь тоже очень холодные границы. А вот эта часть, длинненько-прямоугольная, где есть Средиземный море, посередине, вот эти, от Европы, Африки, Азии, вот это наш мир, наш, наш такой кумер. И тут, вот, наша кумера, и вот, Казмитриго, представлено не эту карту, а эту карту. Я хочу подчеркнуть, что он вовсе не противоречен в запад европейской традиции. И, больше того, эти карты, где мы имеем центральную карту, эти карты, треобразные, в то время, очень, планов крама, с центральным нефом, оберечным нефом, в конце, вот, это болтать, вот, у нас, значит, ну, я об этом писал самим статусом. Вот здесь показывает Солнце с лучами и землокругленькое, и здесь вот что такое, да? Климаты, вот, это, в отечественной еще очень много, про земли, про разные, ну, семь, там, пять этого, климаты, фразы, полосы, ну, не летиана, не летиана, которые меняют, определяют разные климаты на Земле. И вот он их тоже отмечает в Казмане, и все, это выиграет. Он прекрасно знал эту всю на Луну. И таким образом получается, что он соединял коробочку Вселенной с вот этим фрагментом земной суши южного полушария, не южного, да, какой-то, да, северного, нашего вращенного солнца, вот этого полушария, он вот ее вот изображал. То есть, получилось, что здесь я распутал вот это. То есть, я хочу объяснить вам, что он размножил это на другое, и у воспринимающих читателей смешалось все. Может, и у него тоже сейчас смешалось одно с другим. Вот эта коробочка, если вылагающая, которая что-то кубическое, кубическое, или до четыре стороны все квадратное, а с этой длинной, которая подтверждается еще размером и ковчега, и с киньей у Алексеевны, что она тоже состоит из два квадрата. Вот там в тексте есть, и говорится, что... Чтобы изобразить Землю, надо взять доску высотой в одну сторону, в одну часть, а в дыну дверь, в одну часть, в одну дверь. Вот такие пропорции нашей Земли. Но это лишь поверхность нашего склона, для момента всего нашего душа. Значит, получается, что достаточно все как-то распутывается. Но я дальше уже не имею права. Следующее давайте посмотрим. Он расписывает, как океан, где он там располагается, что Земля наша... Он и пишет, что Земля наша плоская, но на северо-западе есть горы высоты. И солнце заходит за них, и когда он попадает на ту сторону, тут ночь, а там нет анивитального. Там та сторона, маленькие отверстия. А мы здесь, вот здесь вот так. Так вот, эта идея вовсе не его. Она была учена, что в древности тоже и... В общем, есть еще документы, которые говорят, что это традиция давняя. И вот расстояние 400 или 200. Значит, два квадрата здесь расписано. Следующее. Вот здесь он говорит о кругах вокруг Земли, острова. Пожалуйста, геоцентрическая идея здесь ярко выражена. А здесь он попытается показать, вот как остров, земля, где мы живем, вот, окружается светилами, которые вот, сдажды они будут туда, туда, в сторону, еще ниже, подзелы залезают, поднимаются. Потому что там написано в тексте, что солнце на восходе, он поднимается, потом обускается. А значит, потому что ось, ось вращения, плоскость вращения Солнца, значит, у нас подошли к оси, где мы находимся. И они понимали, что наш зенит, направление зенита совпадает с направлением с полярной звезди. И Атанис прекрасно понимал. И он использовал античность, античные знания. И даже в одном месте писал, что я согласен с античными, врешенными голосами, и их идеи соответствуют священному писанию. Такая фраза есть, я не привел, сейчас не буду утратить. Вот он еще рисует вращение этих вот светил вокруг горы Земли. Земля вокруг, не океан. Это будет желеный, это говорит. А это то же самое, но здесь, вот что хорошо, здесь не звезды показывают, не Зобиаки, и не Солнце, а здесь ангелы. Почему? Потому что он заявляет, что вращаются эти светила и сами по себе, и на законы физики придуманы. Они используются очень грешными голосами, а вращаются в похожую религию, потому что ангелам дана такая Солнце. А, значит, поэтому сфера реалитетна есть такие траектории, потому что ангелы возят, возят, возят все же. А это вот Скиния, и здесь последний, 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 который я вообще не буду, только скажу, что вот это вот изображение, вот это вот, поясняется, это земля, а это океан, ее окружающий. Вот это из синагонии древней, то есть, долго украинский, европейский океан, то же самое, вот это такая земля, вот она, запуск океана. А Евгений тоже, говорит как, вот смысл – локоть. Что? Локоть. И это, он пишет, что Моисей, описываясь в Евгений, мне предписал в Бухе два локтя, а шириной возил локтя. Такая была мера длина локоть, реческо-соверина. Но локтя не имеют, и храмы как раз, и, в общем, были царские волки, а писики и волки. Такая мера длины. Но главное, что то же самое, два квадрата, два квадрата. Это, на всех случаях, смущает. Я сейчас бегу, пытаюсь объяснить вам, что это не должно никого смущать, потому что, это, с другой, сантимовость. Одно дело, вся Вселенная, порт, внутри которого мы живем, а Богу, которой ничего нет, Бог создал. А другое дело, это наш отрезочек, наш кусочек земли, наш кусочек поверхности, этого острова, где на горах рожанских причалев становился ковчег. Ковчег, ноев, где мы теперь расселились после потока. Это совсем другое. Совсем другое. И получается, строго говоря, вот эта модель Земли длинной, с этой земной морем, с Едией, с Азией, Африкой, и Европой, вот эта штука, она, как бы, это, это модель под движением солнца. То есть, тнефы, храм, например, по зиме, могут быть трактованы как пути движения солнца с востока на запад. Поэтому эти карты изображались в Средневековье так, чтобы Бог наверху, на востоке. В восток наверху, а запад внизу, там ноги, ему стоят на каких-то драконах, там, 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 а восток, там, восток, там, вверх. Вот так. А вот в античности сверху была север, а у арабов север, 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 и рисовали карты вверху на них. Ну вот, значит, это разные проекции в общем одной модели. Очень ясно, думаю, что сейчас уже мое время стекло. Значит, это я выполнил, по-моему, задача просто обозначить такие больные точки и какие-то самые интересные моменты, которые обязаны нас, по-моему, внимательно вникать в эти тексты и эти картинки, для того, чтобы представить себе это государство, как они выследили эти люди в древности. И самое завнимательное для меня, самое потрясающее, ведь здания действительно строились так. И в Европе, где царили грубные карты, все-таки строили их по зиму, и храм моделируют мир, сразу ковчег, корабль, выделены из запада восток. По этой модели, по этой же карте Вейдникову. Хотя Вейдникову там был непопулярен, его списков там нет. Списки все здесь, у нас, в Восточном председательском мире. Тем не менее, да, на Западе Лактанцы, Агустин, тоже были приверженцы этой модели. Поэтому, и вот очень важно, что у нас восточный царский мыслитель, которые тоже писали огромных шарообразных вселенных, они все-таки писали так, я бы пытался наверняка, читал, они писали так, что они, по-моему, мысли не сложнее, они как-то сочетали по зиму. Правильно? Вот держава царская, шар, шар, из поколевиков, там, не знаю, когда она возникла, но это идея, но это мир, а не небо. А вот, какая зима, получается, что это небо пруда, не может быть, что все окружено небом, нет, все окружено небом и землей, вот это, напирание. И действительно, в Небесной Русалиме, в Апокалипусе, как написано, что там новое небо и новая земля, и этот в паре. И в Библии в самых первых словах написано, что Бог создает первый день небо и земли, в паре. И вот костьма на этом первое. Так вот, когда мы его держали, хотя она шарообразная, но она же соответствует этой той же модели, для того, чтобы эти державы, как в тексте есть у меня, я привожу, что вот держава, мир, который держит император в руках, наверху крест. Внизу земной лес, земной лес, леса полная, и там изображена земля с океаном, а наверху небо. То есть, хотя они шарообразные, а не квадратные, и треугольные, но все равно соответствует вот этой идее, которую изложил, например, в Апокалипу с такой страстью. Это была такая борьба в это время. Идей. Вот. Но потом все это появилось из-за открытия Копельника, и мы забыли. А в архитектуре все осталось. Мы и сейчас в Крэмдоме, и те же самые, только уже без того чувства, без того понимания и важности воспроизведения мира всерьез. как на самом деле бог на дугу из-за творения. Ну и считаем, что это вот так, игровые просты и какие-то фантазии. Это чего бы перевернуть и не сделать, как ногами. А осуществление очень древних людей это, наверное, вот помогает. Это опасно для жизни. Вот это, что мне кажется. Спасибо. Ну, друзья, как обещано, можно задать вопросы. Вот у меня сразу возник вопрос, связанный, ну, мы узнали об очень интересной концепции Интикопова. Насколько можно судить о том, что она была распространена и насколько можно судить о том, что она действительно влияла на архитектурное творчество. То есть, есть ли тексты, которые это подтверждают? Ну, вот я там вначале привел 29 список, что вы просили на анализе. Кроме того, есть сделала большая книга господин Теодровский, из-за этого журнального. Вот. Она сделала вашу книгу из-за чековичных. И она собрала, выявила фрагменты. Цитаты из-за того, было разбросано русских разных ручей. Очень широко сочетается. Их это интересовало, вот эта идея. И почему? Потому что, напирая на то, что, какие же вы христиане, если вы верите язычникам? А вы верите тому, что они вступили. в этом все делали. А влияло? Конечно, влияло. Во-первых, традиция архитектуры соответствует, опять же, о чем я дал дыру, Она же соответствует. Так и делали сейчас, так сказать. Фунтайм, стены и делали. А сам Альтикопы в каком виде? В шестой лет. В шестой лет. В шестой лет. И он не один. И все так сказали. Это даже тоже строгий, прямоугольный? Да, да, да. И самое интересное, что, когда позднее отечество расцвела идея шаробразности, все, и аристотели, и другие. Они, значит, это все восприняли, и стали рассуждать об этой небесах. И шаробразить. Почувствовать, что тебя шаробразят. Истинно. договариваются. Они ведь правы. Но продолжались строить. И вот, например, я специально увлекся пантеоном, в принципе. Думают. Почувствовать. Он землейный шар. Он просто явно манифестирует способа идеи шаробразности. Небо. Шар, да. Конечно, в это время они все уже понимали, что Небо шаробразно. Хорошо. Сделай шар. А что? Это на самом деле только полушар. Это все равно черное древнее шарство. Значит, это полушар. А въезду земля. А въезду земля, значит, та же идея. Поэтому никак не сдвигаешь этого архитертора. Никуда ему не теешь. И он знает про воду козьбы. А чернечки. Он архитектор строит старик. Другое то, что он перестрелит то, что мы строим, он что делает. Он перестрелит из этой истины. Я не понимаю, но все в коробочке идут. Игорь Ильич, там нет этого сыграть, там просто. Паша. Паша, хорошо. Ну, и дальше можно. Игорь Ильич, спасибо огромное. Это для члена совета, который все-таки не профессионал в той сфере, как вы говорите. сфере. Но, во-первых, ваш доклад это совершенно потрясающее знание для дилетанта. Спасибо вам за это. Но, но для дилетанта этот доклад требует занятия вот как. Смотрите, если я правильно, если я правильно понял, то все-таки какое-то время было представление о том, что космогоническая теория и теория и другая теория объясняющая возникновения вселенной, эволюция вселенной, устройство вселенной, отражало себя в архитектуре, в пространственном устройстве, понимании, как пространство должно быть устроено. Вот мы сегодня живем в мире, который пытался объяснить Стивен Кокинг, теории, пытались объяснить те люди, которые развивали квантовую теорию. И вот есть ли примеры, есть ли попытки, нужны ли такие примеры и попытки, архитектор в самом широком смысле люди, которые устраивают наше пространство, руководствуются пониманием, как сегодня устроена вселенная глобальная, как сегодня устроена субатонная вселенная. директора в в мисках в eth мисках и миски и миски миски